Это беда, без ракетки, ты поднимаешься локоть, на работе не можешь локоть поднять 20 раз, лучше 10. Или поднимали, не поднимаете, отдыхаете, а левая рука, левая рука, это ваша кладовка, это ваше достояние, потому что я в предыдущем видео говорил, что головной мозг имеет специфические функции. Часть работает, а часть контролирует, будто бы дремит, а все видит, все слышит и понимает лучше, чем правы. Ну как ты выполняешь, ну что ты делаешь, вот если бы я так выполнял и выполнял. Вот видите, как он рассуждает, ваш мозг, ну дайте ему Толику работать, что вы выполняете правой рукой. Потому что левая рука уже будет давать ему команду, он скажет, что такое, это не наша работа, правая рука. А правая рука скажет, нет, 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 сейчас мы отдохнем и посмотрим, как ты будешь работать для левой руки. Мозги встрепенутся, будут устраивать забастовку, забастовки, будут шуметь, будут декларированы нарушения их прав, что так не положено. А что вы такое делаете, что вы себе позволяете? Скажите, а что? Берем-перемент. Вам не нравится? Нет, ну мы конечно не против, но все договорились. Понимаете, это ваша игра. Это ваша игра, потому что просто сказать, что я вот выполняю, ничего не будет. Но если вы возьмете в руки свою ракетку в левую руку и начнете это выполнять, то конечно это будет сильная акция для вашего головного мозга и для вашей внутренней работы. Понимаете, и будет все хорошо. Вам будет легче приседать, за мячиком, легче будет на рабочем месте. Ну что, возле рабочего места нельзя уронить карандаш, резинку, калькулятор, пинцет. И так, не наклоняяясь со стула, доставая, отодевай на свой стол на колесиках и присесть. Можно взять и посмотреть, и вы немножко увидите, что у вас делается под столом. Взяли свои вещи, подняли, положили на стол. Ну еще раз присели. Еще раз присели. Встали. Еще раз присели. Встали. Три-четыре раза выполнили. Вдумайте, соседи по рабочим местам сильно обратят нас внимание. Все заняты своими работами. И все. На месте. Встали. Поэтому я и говорю. Давайте будем выполнять технику безопасности. Потому что, если мы ее выполняем, то у нас будут такие преимущества. Вы себе не представляете. Мы сможем занимать положение любое, какое мы захотим. Перемещаться. Посесть под мяч. Или подставить ракету под мяч. Чтобы ставить восходящий. Это может быть практика будет. Вам же не надо в этом сезоне все выполнить. Сколько еще в этом сезоне у нас будет таких встреч? Ну, прилично еще. Я говорю. Август. Сентябрь. Сентябрь. Минус дожди. Инвентарь. Может отказать. Я предполагаю. Будет проблема с видеозаписью. Трансляцией. Первое дело. Поэтому мы исходим из реальности. То, что мы выполним. Просто элементарно. Но если мы не перегружаемся, ее может к стенке приходить каждый день. Но позже чуть-чуть. Пришли. На 15 минут. 20-25. Перед этим выполнением все упражнения. Подготовительное. Игонечко. И вращение. Что у вас больше будет работать? Приседайте. Сограли. Сметаться с ракеткой. Вы помните, как я бегаю по корзу. Себя разминаю. Все. Размялись. 5-10. 5 минут. Чтобы пробежаться 3-4 раза по диагонали. К сетке. Назад. Так каждое по 5-10. По 7 раз. Это уже получается. Извините. Количество. И вы будете прогреты. Нарушаете ракетку. Понимаете. Вот кистью. Кисть обязательно должна срабатывать. В той степени, чтобы вы чувствуете, что она разогрелась. Проворачивать сюда. Проворачивать сюда. Я начинаю повторяться, потому что нет выхода. Потому что многие люди, которые видели. Мое видео вчера. Они вредили на это видео завтра или сегодня. Им нужно покопаться. А в принципе может и не надо. А если вам надо, то вы вернетесь. Вы подписались. Вы уже знаете. Вы заглянули. Я буду стараться уже, как говорится, контрольными словами в названии писать видео. Что это? Техника безопасности. Тенниса. Чтобы вы знали, что это что-то новенькое. А не просто теннисная имитация. Выполнили. А в этом управлении. Положите руку под локоть. Не просто так. А еще натяните. Натяните. Мышцы здесь. Видите, какой бы многобразий. А разверните. Для удара справа. А для удара слева. Натяните. Почувствуйте с натяжением и напряжением. Возьмите в левую ручку. Выполните то же самое. Потом выполните у стеночки. 15-20 минут. Игровой практики. И что у нас вместе получается? У нас получается около часа физкультурная работа. Понимаете? Но которая невозможно организовать себя вне той ситуации, которую вы для себя создаете. Потому что если вы попадете в другую ситуацию, вы будете идти в общем в строю нобелизованных на треннисную тренировку под руководством тренера. А он знает, что люди разные. И каждому надо смотреть. Не пересердствовать. Переинвлекаемся на тренировке, чтобы венитесь. Но не надо заниматься жаром. Зажар. Мы так день позанимались. 15-20 минут себе отдохнуть. Лето. Возможно, и бассейн, и речка, и озеро. Три раза в неделю смогли сделать такое путешествие. К своей стенке, то успехом гарантированно. И в следующем году я начинаю делать, чтобы выполнять упор на то. Смотри, я провел только с вами три видео выпустил по поводу стенки. И уже начинаю думать о будущем году. Потому что надо думать. Надо готовить. Знать, что то, что мы не выполнили сегодня, и не выполним в конце октября, мы поднимали, подняли свинаки до того, которых у нас не было вообще. Но не было этих навыков. Не так не было. Мы любили теннис, мы любим теннис. Нам нравятся. Наши дети играют теннис. Мы папа, мама, я спортивная семья. Не так ли? Ну так просто будет. Мы знаем, что можно налетить или на еще пуск. Вести ракетку. Вот так. И вот колесочки вот так. Вот так. Здесь моделируйтесь. Похоже. Все. Будет успех. Открыли. Ура. Ура. Ура.